доброго дня всем немного новостей поэтому решил сообщить вам об этом показать что я вот сделал то есть то что обещал это борды борды то есть это древесина с кожей и в общем кто занимается правкой бритв те в курсе что это и для чего это вот что я хотел сразу показать это борды из фанеры основа фанеры ну-ка поближе давайте покажу тут такая вот гладенькая кожа очень ровные очень хорошие это та самая итальянская кожа которая осталась от ремней ремни наверно видали там 3900 по моему на сайте висят вот из этой кожи они сделаны хотел сделать односторонний чтобы удешевить но потом как-то размыслил думаю ну блин человек купит односторонний удешевленный ему что-то будет не хватать а что ему будет естественно второй стороны шишавый вот этой вот бархат этого здесь кажется бархат я вам скажу шикарен просто ремень такой упругий мелкий бархат тут ровный блеск очень хорошая вещь хорошая стоящая руке вот как видите то есть даже запасом руку не надо будет напрягать когда будете держать то есть я не знаю вот так держу левой рукой вот с пастой уж сами смотрите как меня часто спрашивают где я пасту мажу пример на бархатной стороне или на гладкой и никого не хочу научить я подскажу как делаю я уж как вы сделаете это уже ваше будет дело то есть вы ко мне уже потом претензий как бы по этому поводу не надо я на бархатной стороне не хоть ремень мне хоть борт на бархатной стороне наношу пасту кори она гладкой стране я после того как на пасте горе умопал здесь как бы просто ее выглаживаю еще и одно одновременно зачищаю вот так вот пропитывать не стал фанеру потому что она уже пропитаны это бакелитовая фанера бакелитовая если кто не знает это фанера купалась в ванной с эбоксидной смолой разведенные очень так мелко ну жидко в смысле мелко говорю то есть это бакелитая фанера которые уже защищена изначально от сырости там всего такого где ее используют где и вообще взял давайте вам скажу его используют для в производстве автомобилей автобусов паза заводе паз я там же и взял там в кабине фанеры там пол выкладывают еще вот такой вот бакелитовый вот мят туда фанера часть автобусы так сказать перед вами дальше я сейчас это уберу чтобы не мельтешить или вот так наверно ставить давайте вот так оставим дальше одну минутку просто черный с белым как бы рядом не ложат как говорится как стирки черный с белым не путают поэтому буду рядышком но вместе их положить не буду этот из ореха кожа модель россия корова мы уже видели такие борды ранее были на сайте то здесь вот бархат мелкий кстати бархат такой хороший сопротивление хорошее выдает есть гладкая сторона это орех орех модель россия какая страна произрастания так сказать они все мы немного разной длины почему разной длины первая причина потому что некоторые любят покороче некоторые подлиннее вторая причина орех я выбирал то есть там где-то какая-то трещинка какая-то там неровность какой-то косячок как говорится я его срезал и для меня лучше сделать сказать там короче но чтобы было без всяких там казусов какие бы впоследствии поэтому они разной длины тоже за вторая причина то есть на любителя по длине и покороче видите тоже разница какая сейчас я вам так выложу вот так вот лучше даже вот видно и вот 4 получится мне показать как она меняет цвет меняется он поэтому лучше прости не нужно на отблеск как-то а вот вот видите на полосы наводил вот сейчас веду бархат в одну сторону приглашается полосы стираются вот так вот он работает поставить сейчас эта полоса это бархат по которым я провел в эту сторону он сюда наклонился и поэтому вот так вот выходит то есть он выделяется в эту сторону приглаживаешь это бархат все чудеса тоже для сайта и те и другие полностью выполнены так встречайте на сайте там как раз сейчас появились все ремни правда из итальянской кожи вот такие же как вот там за 3900 только там теперь за 3 но и чуть проще там нет карабина на одном конце то есть а там просто такой вот полукольцо вот а так в принципе очень похоже но хотя светлая кожа пожестче будет то есть пожестче не по вот этому ощущению тактильному а пожестче в смысле вот этого вывертывания я знаю кому как может там но именно я вот и выбираю ремни такие которые вот так вот не не вертится тоже когда бритву ведешь она то есть допустим так ведешь иногда на крае ремня на хоп ремень свертывается бритва со спрыгивает или царапает ремень поэтому мне такие варианты не нравится и люблю когда кожа вот так вот практически не гуляет поэтому стараюсь делать как под себя вот так вот а уже любители там жидкой кожи как видите жидкий металл жидкой кожи это уже не ко мне это по другому какому-нибудь адресу не знаю где что ж в общем я произвел порды производила их долго потому что это не мое любимое занятие я их просто произвожу чтобы они просто были что просто у вас была возможность получить качество рабочую лошадку как говорится коровку как правильно сказать то ну в общем меня поняли я рад то что и сейчас это закончил с ними работу потому что я уже конкретно уже начал уже скучать по стали я вообще со стали люблю работать я даже когда бритвы изготовлю допустим клиночки оправок ним уже делаю как так полу нехотя потому что это уже не мое любимое занятие мое любимое это стали ближайшее будущее я все-таки вот обдумываю пока что буду делать но уже давно прям хочется поработать с дамасской сталью дамасской сталью деми вот или по этому шаблончику я зафигачу как вот они вот видали наверно последний рассвет клины 75 процентов на сайте еще вы уже выложил вот или по нему сделаю из дамасской стали или по шаблону который мне пришлет игорь который затачат мои бритвы сейчас мне шаблончик отправил шаблончик срисован с бритвы батчер который от него идет но это тоже похоже на него очень крепко прям причем ну там будет пошире лезвие туда-сюда но я хочу учетки повторить из дамасской стали я по ней соскучился наш очень мне нравится как в работе так и в итоге что из нее получается ну как бы вот я вам рассказал пацанам посмотрю ничего не забыл нет все показал вот по мелочам я вам тоже голову сбивать не буду как говорится всяким там прочими делами поэтому спасибо за внимание все встречайте на сайте постараюсь сегодня уже их зависеть до свидания добра всем